Всем привет! Ну что ж, в Сеул пришла настоящая осень, у нас уже похолодало, что пора носить тренч и свитер. Но знаете, для меня осень приходит тогда, когда в Старбаксе появляется осеннее сезонное меню напитков. И сегодня тот самый день. Мы сегодня пойдём в Старбакс пить осенний кофе. И не совсем обычный Старбакс, а Старбакс, который ходится на воде. Уже открывается прекрасный вид. Здесь не только Старбакс, но и арт-галерея, такое вот некое культурное пространство. Ну что ж, давайте пойдём внутрь быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, мой выбор это тыквенный латте и тыквенный чьюзкейк. Да, всё с тыквой. Мне тут дали две вилочки, наверное, они думают, что это для двоих. Нет, я всё сама съём. А вообще, хочется отметить вид. Просто красота. Там про настоящие кусочки тыквы. Знаете, кажется, у меня передош с тыквой. Вообще, насколько я знаю, вот эти вот окна-двери, они летом открыты. И то можно сидеть вот там вот на улице. На веранде. Как бы на веранде. Ну, так сейчас осень, то всё закрыто. Хотя бы раз ради вот такого вот вида я всё-таки советую посетить данный Старбокс. Ну что ж, подходим от Ханган-парка и поедем на следующую локацию. Правда, по пути я решила заскочить в подземную высоту Эммол, которая находится на станции метро Экспресс Бас Терминал. Это с огромной площадкой для небольших магазинчиков, где можно найти абсолютно всё. И когда я говорила, что здесь можно купить абсолютно всё, я не преувеличивала. Здесь действительно огромный выбор всего. Начиная от искусных цветов до живых. Цветы для декора. Например, вот даже можно мебель прикупить также. Некоторые магазинчики уже готовятся постепенно к наступающему Новому году. И, конечно же, большая часть отведена одежде, обуви и аксессуаром. Мебель прикупить в море. Рецептенциальная Tookup. Мебель на условий квадратный петлоригм. «Тереми» Рядом находится Район Саре, так называемый французский район, здесь в основном живут французы, и в данном райончике очень много кафе с открытыми террасами, прогуливая здесь ты ощущаешь себя как на улочках Парижа. Везде, везде надписи на французском. Небольшой скверик. Ну какая прелесть. Здесь тоже есть небольшая зона отдыха. Можно посидеть, попить кофе и наслаждаться красивым видом. Вы знаете, хочется отметить, вот есть же такие небольшие мелочи, которые создают такую вот особую атмосферу. Например, здесь фонари. Это такая вот ваза. Вот так вот смотришь на фонари, и на здание всё в зелени, и действительно совсем другие ощущения. Такая вот небольшая, уютная Европа. Возвращаясь в зеленье кафе. Возвращаясь в з tamp Cardenка. С основной в зеленье жизни. Р Alles гонова. Р lockdown И экземина комитета с больными. Здесь единственная улица исỗi indeed и этой нощ Kampf. даже картинка московского собора есть рядом с французским районом находится небольшой парк под названием монмантер даже название французское в данном парке даже все надписи прописаны на французском а не на английском как обычно в мае здесь небольшой сад с розами совсем чуть-чуть остались которые цветут такая красивая также здесь фото зона и так как парк находится рядом с французским районом то здесь повсюду слышно именно французская речь и такое ощущение что ты не в корее а где-то в каком-то французском городке как в любом парке здесь также имеется спортивная площадка где так можно прийти и позаниматься спортом парк небольшой но очень-очень уютный рядом с парком он мантер имеется другой парк и их связывает очень красивый мост давайте посмотрим на него интересной конструкцией мост как по мне выглядит очень футуристично похоже на какую-то дорогу капсулу времени мост проходит над трассой и для любителей экстрима стеклянное дно небольшие такие вот окошечки ну немножко страшновато как вот на него наступать и таким образом перейдя по этому мосту можно попасть уже в другой парк что очень даже удобно а вот так мост выглядит уже вечернее время какой вам больше нравится вид днем или вечером я даже не знаю мне нравятся оба варианта спасибо за просмотр и приятного аппетита